Здравствуйте! Сегодня я постараюсь вам открыть глаза на такую очень эпичную проблему падения тестостерона после 30. У кого и почему падает тестостерон после 30, разберем, у кого он не падает, и я подкреплю свои слова простыми очевидными аргументами, которые очень легко проверить. Конечно же, все люди, которые говорят, что тестостерон после 30 падает, так 40 его вообще почти нету. Вернее, многие говорят, что он начинает падать после 20, а после 30 его мало, а после 40 так вообще почти нету. И добавляют такой железобетонный аргумент. Научные исследования. Ученые доказали, что после 30 тестостерон падает. И тут нужно понимать, как устроена наука. Наука констатирует факт. Берет 100 человек, к примеру, замеряет у них тестостерон, 100 человек после 30, замеряет уровень тестостерона, да, он ниже, чем у тех, кому там по 20. Наука констатирует факт, а вот как этого избежать, наука не говорит пока что. Ну, а если скажет, то вы вряд ли обратите на это внимание, потому что обычно большинство людей готовы только плакать, вместо того, чтобы что-то менять в своей жизни. Ну да ладно, не будем о печальном. Но тестостерон после 30 падает не у всех. Есть узкая прослойка людей, у которых он не падает. К 30 он выше, чем в 20, и к 40 он выше, чем в 30. И даже в 50 он может повышаться. Когда человек рождается, с рождением ему дается определенный запас здоровья. Тестостерон напрямую зависит от уровня вашего здоровья, как и все гормоны тоже зависят от уровня вашего здоровья. Часто люди думают, что уровень здоровья зависит от уровня тестостерона. Нифига, все с точностью до наоборот. Так вот, если к 30 годам ты пробухал, просрал, просидел за компьютером, свое здоровье, конечно же, тестостерона у тебя будет никакой. А к 40 так тем более. Это на физическом плане, если говорить. Если говорить на психологическом плане, то к 30 годам, как правило, человек либо состоялся, либо не состоялся. Либо у него все хорошо, либо он подкаблучник. И его чморит каждый, кто живет с ним рядом. Каждый сосед, начальник на работе и так далее. Он питается чем попало. И вообще понимает, что его жизнь дерьмо, ужас и отстой. И в общем все, о чем он мечтал, так и не сбылось. Потому что лень было задницу свою поднять и что-то сделать. И конечно же падает тестостерон. Но те люди, которые хоть немножечко следят за своим физическим здоровьем. Те люди, которые следят за своим психологическим здоровьем. Те люди, которые ставят себе цели, добиваются, умеют и работать, и отдыхать, и восстанавливаться. У тех тестостерон постоянно будет расти. То есть люди, которые не спустили свою жизнь в унитаз. Не просидели за компьютером, не прокурили, не пробухали. У них тестостерон повышается и уровень здоровья в целом будет держаться еще очень-очень-очень долго. Вот так вот все выглядит на самом деле. Наука говорит, что да, тестостерон понижается после 30. Почему? Потому что большинство людей ведут такой образ жизни, который я вот сейчас описал. И меньшинство ведут такой образ жизни, который я тоже описал. Чтобы ваш тестостерон не падал, нужно просто следить за своим физическим и психологическим здоровьем. Я знал и знаю лично людей, у которых после 40, после 50 даже все отлично на физическом плане. Потому что у них в жизни просто порядок. Они следят за своим организмом, за собой, за своими мозгами, за наличием таракана в голове и так далее. Нравится, не нравится, ситуация обстоит именно так. Объясняется на пальцах, все очень просто. Кстати, в сельской местности когда-то было очень много здоровых мужиков. Но пришла цивилизация, пришла урбанизация. Все целеустремленные мужики уехали в город, в селах остались одни алкоголики. Вот, поэтому так. Но еще каких-то лет сто назад в селах, ну те, у кого есть родственники, взрослые родственники, пенсионеры, из сел те знают. В 45 лет мужик только раскрывается. 20-летний вообще, 30-летний ему в подметки не годятся. Если он не алкаш, если он нормальный мужик, у которого порядок в жизни, который умеет и работать, и отдыхать, тогда у него со здоровьем все будет отлично, с тестостероном тем более. Поэтому делайте выводы. До новых встреч.